Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Ирина Булыгина «Рынок в середине дня». Ирина, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день всем коллегам! Сразу же переключаюсь с демонстрацией рабочего стола, чтобы посмотреть, что у нас сегодня интересного на рынке происходит. На самом деле, в отличие от прошлой среды, когда мы, кто был в эфире, обсуждали рост, обсуждали заседание ОПЕК, и все планы, которые были в эфире, они действительно реализовались, РТС сильно вырос, нефть выросла, и ралли действительно было. Но на текущий момент, я считаю, что время-то это ралли отыгралось, нет фундаментальных новостей, каких-то других новостей с Запада, с внешнего фона, которые могли бы быть драйвером для дальнейшего сильного роста акции, либо индекса российского. Ну и, соответственно, технически мы видим, что вчера по российскому рынку тоже прошла небольшая коррекция. Сегодня день затишье, возможно, такой сценарий будет продолжаться до конца недели, но пройдемся все-таки более подробно по ключевым инструментам. Первое, что посмотрим РТС, который у меня включен, здесь картина, в общем-то, боковик с поддержкой в районе 106 тысяч, сегодня немножечко обновили лоу, сходили на 105-850. Верхний диапазон цены 107-600, но, тем менее, возможно, цена сегодня и не добьет, то есть не добьет до хая, будет остановочка раньше. Объемных зон вообще за сегодня нет, зацепиться не за что. То есть, да, мы видим два уровня 105-800, 107-600, ну, может быть, сигнал на шорт, на, скажем так, шорт внутри боковика появится раньше. Может быть, это будет район 107 тысяч, но не могу сказать точно, потому что нет объемов. То есть, может быть, в этой зоне будет все-таки остановка. Нефть. Нефть, среда, как обычно, 18.30 по средам, запасы сырой нефти. В ожидании данного события нефть, скорее всего, не будет ни двигаться вверх-вниз, будет более-менее стоять на месте. Вчера в диапазоне 53,5-54 видно, что была зона повышенных объемов. Цена пока никуда толком не сдвинулась, да, пытается, в общем-то, закрепиться выше, но вся эта попытка происходит тщательно. То есть, внимательно нужно наблюдать за этой зоной. Если вечером действительно выход из диапазона произойдет вверх, то, может быть, кто-то тут и добирал позицию Лангова после небольшой коррекции отката. Если цена легко пройдет вниз, ниже 53,5, смело можно открывать шортовые позиции. Тем более, что после похода вверх порядка 17% на опеке вполне абсолютно нормально, что коррекция должна произойти и быть какой-то более глубокой в район того же 51 доллара, либо еще ниже. Ну, не за один день, а за ближайшее время. Также напомню, что встречу ОПЕК, следующую встречу ОПЕК перенесли с 8 декабря на 10 декабря. Поэтому в любом случае под конец недели есть смысл фиксировать любые позиции по российскому рынку, РТС, валютная пара доллар-рубль и нефть соответственно, потому что после выходных в понедельник мы не знаем, как откроется рынок, не знаем, чего ждать. Будет ли еще какой-то позитив на рынке, либо наоборот будет негатив. Ну, на сегодняшний день я по нефти сказала сценарию. Сбербанк. Вчера довольно-таки агрессивно шла коррекция вниз, сегодня открылись вниз, выкупили. И вот на текущий момент локально есть объемы, это единственные объемы за сегодняшний торговый день, на который можно обратить внимание, находятся они в районе 16 110. Все, вот выше цена не идет. Если цена текущий часовик не обновит, мы увидим все-таки, что идут продажи, продолжаются, то эту зону можно рассматривать для локального шорта, опять же, вот с запасом прибыли в район сегодняшнего лоу 15 900. Пока не более того. Газпром. Тоже ситуация, видите, инструменты сильно пилят. Вчера сильная коррекция, остановка 15 200, сегодня пробили 15 200, выкупили и все. И ни рыба, ни мясо не растут, не падают. Действительно, складывается такое ощущение, что рынки чего-то ждут, рынки чего-то ожидают. И даже вчера по открытому интересу было видно, что в РТСе довольно-таки прилично. Вчера был закрыт открытый интерес, открытые позиции. Поэтому без крупных ведущих игроков рынок особо никуда двигаться не будет и ожидать больших движений не стоит. Поэтому работа только в боковике. По Газпрому актуальны два уровня 15 300 и, соответственно, поддержка 15 150 диапазон на сегодняшний день. Валютная пара доллар-рубль. Уже очередной день топчется на месте. Такое ощущение, что кто-то придерживает эту зону. Мы не растем, но мы и не падаем. Постоянно идет небольшой отскок, но без продвижения наверх. Текущая поддержка актуальна это 63 630. Локальным сопротивлением можно отметить 64 120. Не думаю, что выход с диапазона все-таки произойдет вниз. Действительно, поддержка очень сильная. С этой ценовой зоны покупки были многократные и не один месяц. И если будет какой-то вынос вниз, то он будет краткосрочный и с, я думаю, довольно-таки быстрым выкупом в тот же день, либо на следующий день. Поэтому нижнюю зону, нижний диапазон идеально подходит для аккуратных покупок. Но единственное, что вы правильно рассчитываете свои риски и стопы. Пока потенциал, конечно, не мега большой, но, возможно, все-таки субботняя встреча ОПЕК даст нам какое-то направление. Мы, может быть, увидим коррекцию в нефти, если с другими странами не договорятся о снижении добычи в январе месяце. То валютная пара все-таки может продемонстрировать хоть и небольшое, но восходящее движение. На сегодняшний день боковик, еще раз отмечу, на 5-минутном таймфрейме, хай с сегодняшнего дня можно отметить как поддержку. И цель на сегодняшний день, если, опять же, будет остановка и будет точка входа с данного диапазона. Пока мы видим, что цена корректируется вниз, также падает и, в общем-то, без объемов. Поэтому, ребята, не торопитесь заходить в лонг, ждите остановку, ждите отскока от данного диапазона. Будет ложный вынос с выкупом, это только подтвердит, что данная зона интересна для покупателей. Фьючерс на индекс ММВБ. Также вчера наблюдали мы коррекцию, вернее, даже наблюдали позавчера, в понедельник. Вчера день, когда инструмент отстоялся и не ходил толком никуда. Сегодня топчемся на месте тоже, ребят, могу только сказать одно, лучше воздержитесь от сделок. Несмотря на то, что тренд восходящий, откат вниз еще может быть, если распродажи по акциям будут, если мы увидим, что идут дальнейшие фиксации лонговых позиций, то, соответственно, фьючерс на индекс ММВБ также отреагирует снижением своих котировок. На текущий момент актуальны две зоны, это сопротивление 2165 и поддержка в районе 2151 пункт по фьючерсу. Золото также продолжаю, вторую неделю говорит, что лучше не торговать, воздержаться от сделок, потому что золото для покупателей сейчас неинтересно, то есть брать с какой-то перспективой следующего года не стоит, потому что цена может еще обновить лоу. Поэтому, ребята, будьте осторожны, не слушайте ничьей рекомендации и не покупайте как бы а-ля на лоях, потому что помните, что текущий год у нас начинался по золоту с цены 1050-1080, соответственно, нам есть куда еще падать, куда корректироваться, несмотря на то, что мы уже упали с 9 ноября с цены 1330. В общем-то, падение сильно, но тем менее, пока признаков того, что тренд будет восходящий, нет. Стоит дождаться 14 декабря заседания ЕЦБ, принятия решения о повышении процентной ставки. В общем-то, эта процентная ставка уже заложена в рынок. Если примут решение о повышении на полпроцента, то, возможно, мы и не увидим никаких кардинальных движений. Если же все-таки позиция будет другая, не 0,5%, а выше 0,75%, либо еще какие-то изменения условий, которые рынок не будет ожидать, вот тогда мы можем увидеть вновь покупателей, которые активно начнут покупать золото. Вот тогда и присоединяйтесь к движению. Пока? Пока нет, и коррекция может продолжиться. Еще несколько инструментов осталось в сегодняшнем обзоре, хотя там тоже картина не мега. Несмотря на то, что Лукойл также обновил на прошлой неделе хай, вчера был день коррекции, сегодня день топтания на место, и я даже не хочу говорить, где здесь можно пробовать торговать, потому что очень узкий запас, объемов нет, и сложно будет зайти с четким коротким стопом и поймать хорошую сделку. Вот все-таки отметила зону, 33-100 сопротивление, 32-660 поддержку, но сказать, что здесь можно будет сделать хороший трейд, сложно. Нет объемов, не видно, чтобы здесь продавали. Евро-доллар. Несмотря на то, что референдум в воскресенье прошел в негативном ключе для еврозоны в Италии, несмотря на то, что мы видим, что много проблемных банков в Италии просто трещат по швам, тем менее пока евро-доллар показал восходящую динамику и держится в каком-то диапазоне. Но действительно риски фундаментальные есть, и в любой момент мы можем увидеть обратный возврат в боковик, который был в течение двух недель, то есть в зону 1,0680 и, соответственно, к нижней границе. Поэтому считаю эту валютную пару рисковой сейчас для торговли. И лучше заходить в шорт, присоединяться именно к шортовому движению после возврата в диапазон ниже 1,0680. Последний фьючер на сегодня – это валютная пара евро-рубль, которая устремляется к нижней поддержке. В общем-то, локально внутри дня можно было бы пробовать, пытаться найти какую-то маленькую точку на вход в шорт. Но, ребята, обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день инструмент уже прошел половину движений, 50%, и в любой момент может быть откат наверх. То есть цена уже падает, и зацепиться нам просто не за что. Ребята, ну вот сегодняшняя среда такая довольно-таки скучная, не за что нам зацепиться, нет реально хороших торговых идей. Не каждая среда нас балует отличными трейдами. Поэтому будьте предельно внимательны, не торопитесь заходить в рынок, сделки которых нет. Но я думаю, вас порадует другим. Я порадую тем, что завтра в 20.00 по московскому времени у меня состоится последний вебинар в этом году, на котором подведем итоги 2016 года по российскому фондовому рынку и рассмотрим самые актуальные, самые интересные, краткосрочные, а также долгосрочные торговые идеи на 2017 год. Поэтому регистрируйтесь, задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу завтра на вебинаре. Есть ли у вас еще вопросики ко мне? Хорошо, спасибо, Ирина, большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Ирине. Ирина, как прошла ваша неделя, как доходность, какие были результаты? Неделя никакая, но вот рынок остановился, движений нет, объемов нет, зацепиться негде. Поэтому пока протекает никак в нейтральном русле. Понятно, понятно. Хорошо, ну что, я уверен, что следующая неделя будет другой, так что посмотрим. Как раз вы в среду выступаете, а в 22.00 по Москве в среду как раз-таки у нас будет ФРС. Вот, так что подумаем тогда через недельку, как себя вести, что делать. Я уже, кстати, готов, я вам сейчас покажу. Я за неделю все делаю. Что вы, это серьезное дело? Да, я талантлива. Как же вы подготовили? Да, показываю. Талантливо приобьем евро-доллар. Тейк профит с 300 пунктов, 100 плюс 100. Пока в минусе, но я думаю, что в 22.00, когда объявят, что ставка не повышается, резко выскочит евро наверх, и я заработаю кучу денег. Ага, вы все-таки нацелены на то, что не повысят ставку, а то, что, в общем-то, 95 опрошенных оппонентов говорит о том, что это ожидаемая новость, это заложено в рынок, и ничего страшного от этого не будет. Я изложу свою логику. Почему? Просто покажу вторую. И второе я купил серебро. Наши участники чувствуют, что серебро пойдет прямо наверх. Пока мы вблизи наших покупок, ничего пока не поймели. Но все это, коллеги, на 22.00, 14.00. То же самое и с золота. Золото тоже может выскочить именно 14.00, но пока опять сидеть неделю на самых лоях без запаса прибыли довольно-таки рискованно. Согласен, согласен. Но мы легких путей не ищем. Но просто 14.00 могут не дать точку входа. Как раз и посмотрим, интересно будет следить. А логика простая. Дело в том, что повышение той ставки, которая случилась ровно год назад, в декабре 2015 года, до этого 9 лет не повышали. И тут подняли. И сейчас американский бизнес очень резко, год уже резко выступает, что зря подняли. Потому что Европа как раз в это время опустила на ноль. Британия опустила на максимальный минимум. Глупо звучит, но так и есть. На самый минимум. За всю историю 400 лет Банка Англии, полпроцента и так далее. Американцы говорят, слушайте, ну европейцы упростили своим компаниям европейским конкуренцию, а вы нам на полпроцента усложнили. В странах с низкой инфляцией полпроцента это огромная сумма. Это для нас с вами, с нашими инфляциями полпроцента мы не заметим, куда там что, усушка, утруска. Там они замечают и очень остро критиковали. И одна из причин, почему бизнес проголосовал за Трампа, это заключается в том, что им усложнили жизнь. Поэтому пойдет ли сейчас на дальнейшее обострение Обама, еще, так сказать, позволит ли он ФРСу еще более усложнять жизнь бизнесу, не знаю, не знаю, не уверен в этой ситуации. Поэтому, на мой взгляд, не рискнуть. Ну а там кто его знает? Ну, есть политические моменты, а есть действительно здравый экономический смысл. И вот правильно написал Алексей внизу, что халявные деньги разрушают этот мир. Это правильно, потому что это действительно дешевые деньги. И для Европы, когда не повышает ставку, понижает, и для Америки. В дальнейшем это не очень хорошо. Здрасте вам. Длинные дешевые деньги – основа капитализма, основа любого развития. Боже мой, что ж тут нехорошего? Это же прелесть. А кризис у нас почему возникает, когда дешевые деньги раздавали в Америке налево-направо? Кризис 2007 года организовали сами американцы, чтобы не отдавать долги. Это понятно. Причем это самая мягкая форма неотдачи долгов. Другая форма – мировая война. Поэтому лучше пусть через кризис. Не отдали, не отдали. Все. Всех сбросили с корабля. Смыли, забыли, заново начали. Да, да. Вот именно что смыли, как в унитазе. Смыли 591 миллиард долларов в Лемон Бразер с одним движением рубки. И все. И там больше половины иностранных денег. И что? Ничего не случилось. Но внутри страны я не думаю, что рискнут на полном серьезе. Легенда о независимости ФРС – это как бы легенда. Серьезные люди об этом не говорят. Если Обама, понимаете, он… Обама не решился даже на такой шаг. Почему Хейлори Клинтон не стала президентом? Это очевидно. Во-первых, Обама поднял ставку. Во-вторых, не атаковал Ассада. Вот две причины. Дали, ужесточили кредит и не дали маленькой победоносной войны. Это из учебника политологии. Основа выборной системы. И поэтому, естественно, он допустил два больших ляпа. Его сейчас обвиняют в том, что он продал эти выборы Дональду Трампу. Поэтому никто не верит, что он это сделал по глупости. Скорее всего, за деньги. И делать третий ляп еще один, усугублять. Ну, может быть, наверное, и можно. Потому что они уже все… Демократы уже все потеряли из-за Обама этого ляпа. Может быть, уже ничем не рискует. Но уже, понимаете, за это уже никто и не заплатит. А Обама, ну зачем полезет в это дело бесплатно? Знаете, как говорят в Одессе. Зачем нервничать за это и не заплатят? Так и здесь. Уже все. Уже за поднятие ставки никто ничего не заплатит. Поэтому я не думаю, что он полезет. Вот честно говорю. Поэтому, так сказать, ставки вы видели, купил евро, купил серебро. Вот. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, действительно. Может, мы что-то не знаем. Но в любом случае среда будет интересной. Так что как раз мы вас слышим на эту тему. Я скажу так, мы однозначно много чего не знаем. Однозначно много чего нам не доходит до нашей информационной системы. Но, действительно, нам остается только дождаться следующей среды. И увидим вечером истинное решение и истинную реакцию рынка. В любом случае, желаю вам профитных сделков, чтобы вам повезло и вы заработали. Спасибо большое. Поэтому до встречи в следующую среду. Пока-пока. Ну, а с ребятами встречаемся на вебинаре завтра в 20.00. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok